Спорт и фитнес по науке. Только логика и здравый смысл. Спорт и фитнес по науке. И в самом начале стрима Смаева отвечает про свою семью и пытается всем доказать, что он счастлив и жена его во всем поддерживает. Я с ней не счастлив в этот раз, а во-вторых, что типа я с ней по залету. Если бы не моя жена, многих бы результатов, которые у меня есть, их бы не было. Послушайте, что говорит Джей Катлер и так далее. Он сказал своей девушке, если ты хочешь меня видеть, это когда он начинал свою карьеру, ты должна, говорит, пойти со мной в зал и быть в зале. Это я к чему говорю? Что она должна полностью поддерживать то, чем ты занимаешься, даже если ты где-то идет в ущерб семье, в ущерб бюджету, который у вас есть общий и так далее. И человек это все со мной разделяет, раз, во-вторых, поддерживает, и в-третьих, никогда мне ничего плохого или там поперек вот именно темы спорта не было. Ну так, если бы он был бы счастлив, не стал бы оправдываться. Зачем счастливому человеку вообще оправдываться перед хейтерами? Когда мне кто-то пишет гадости личного характера, я на них тупо ложу болт. Они меня вообще никак не торкают и не являются для меня тем, что я должен вообще обсуждать и обозревать. Как бы все люди разные, мнения у всех разные, ты не обязан нравиться всем. И люди по-любому будут писать гадости, даже если ты самый идеальный блогер в мире. Да еще и это утверждение про поддержку жены и что она во всем его поддерживает, даже когда он неправ и делает что-то во вред своей семье и себе. Так это не признак здоровых отношений. Наоборот, человек должен ему подсказать, что он делает не так и как это можно исправить. А то с таким подходом его жена может через пару лет остаться вдовой, самостоятельно растить ребенка. Я не думаю, что это все надо. Поддержка это хорошо, это однозначно. Однозначно, но она должна быть какой-то адекватной, а не тупо загонянием в могилу своего любимого человека. Я бы уже не упоминал все это, но Смаев сам отвечает на подобные вопросы и буквально подтверждает то, что я говорил ранее. Как бы что-то никто не писал, не пытался меня в чем-то обвинить или захейтить. Но касательно героя нашего видео, это все ненормально, когда жена в два раза его старше. Это не признак психически здорового человека. Наличие молодой жены или девушки, это дополнительный стимул для мужчины развиваться и двигаться дальше. То, что происходит в случае со Смаевым, это поддержка его нездорового стремления к саморазрушению. И поддержка того, что он не стремится как-то зарабатывать больше. Учитывая, какой Смаев мямлен, нытик и слабохарактерный, ответ на вопрос, кто в доме хозяин, я думаю, отпадает сам собой. Вот Илью Голлима тоже жена поддерживала и до последних дней была с ним. И что в итоге? Ушел молодым в 36 лет, но Смаев с его подходом даже до 30 лет не протянет. Потому что Голем хотя бы вкладывался в свое здоровье и питался более качественно. И препараты у него тоже были более качественные, и он на заводе не работал. Далее идет еще минутка оправданий и буквально какой-то словесный понос. Да еще и сильно агрессивный, что на Смаева совсем не похоже. Спасибо за поддержку. Самое главное, что ты счастлив. Тебе, Андрюх, пишет. Кто из этого не понимает? Я могу, понимаешь, как человек быть пессимистичным. Это не значит, что я не люблю свою жену, своего ребенка или еще чего-то. Я как человек нигилиист первый, второй пессимистичный сильно. А стал им больше, когда во взрослую жизнь пошел, посмотрел на это все и выпал. Вот все, кто сейчас над Жириновским смеялись, посмотри каждый рилс, который с ним выходит сейчас. Да, я видел. Вот какой хороший был, а мы этого не видели. Про то, что Вольфович был прав. А Вольфовича стали ценить. После его смерти. Когда Вольфович умер, а что о нем говорят его дети? Его сын родной презирает за то, что он типа ему мало оставил. А мало оставил это там по нескольку мультов. Мало. Он отдал партии большую часть и на благотворительность. Причем тут вообще Жириновский. Это типичный коррупционер был, который вертел на болту таких, как Смаева. И зарабатывал тем, что забирал у таких, как он, бабки. И вообще, очень отрицательно отношусь к тем людям, которые поклоняются политикам как идолам. Да еще и при этом имеют низкую зарплату. Живут в жопе мира, но политики для них белые и пушистые. Это же бред полный. Это и есть совковый менталитет. Также обращает на себя внимание, насколько Смаева агрессивный. Тут весь стрим. Походу, про наркоту я был прав. Херачит эфедрин или ДМА. Которые тоже многие приравнивают к наркотикам. И рассказывают нам тут за Жириновских. Я чуть не пойму, на что он намекает. Он намекает на то, что если он умрет из-за своей тупости, то все будут писать под роликами, что Смаев был прав во всем. Видимо, совсем высушил мозги своими стимуляторами и банками со сгущенкой. А теперь давайте перейдем к по-настоящему топовому контенту. Смаеву задали на стриме вопрос про меня. И его буквально разрывает от той деятельности, которую я веду. И то, что я назвал его наркоманом. Да еще и снова начал за жену оправдываться тут Андрей. Задал вопрос от Живы фитнеса. Я опять же повторюсь, это человек, который не смотрит нас, а смотрит чувака, который из пальца высосал аргумент. То есть я могу сказать, вот знаешь, как я говорю. Почему со мной боятся люди говорить? Ну вот давай объективно. Когда мне там начали говорить, вот тебя там Федорова задавил, зачем мне было с ним спорить? Пытаться там его оскорблять. Он мне ничего в принципе плохого не сделал. У него просто свое видение на реализацию человека. У меня в этом плане другое. Я не стал с ним спорить. Я сидел, промолчал. Люди же мне за это не писали, там, ой, там, ты ничего не смог ответить. Я могу ответить всегда. Просто есть люди, которые, допустим, я уважаю. Я могу промолчать, послушать и как бы жить дальше. А есть люди, которые вот просто говорят, он дебил, он наркоман, как он там сказал. Чего он там сказал про меня? Там говорят, что он подписал ролик, что я наркоман. Потому что я сказал где-то в ролике про какое-то вещество. Вау, и что? Так опять же, какое вещество, дурачок? Фарма тоже запрещена. Статья 228. И чего? Получается, это тоже наркотично? Скоро воздух запретят, и что? Ну, то есть, из пальца все высосано. Никакого аргумента. Про возраст опять, про все. Так это, кто вот это пишет, вы-то хоть нашли себе молодую маму, с которой вы сейчас? Кстати. Потому что все, что я вижу, все, кто это находит, были спортсмены, стали спирным брюком. Кстати, я помню. Что-то чем-то занимались, с друзьями встречались. И этого нету. Вы же все каблуками становитесь. А я живу полной жизнью. Я живу так, как я хочу, при этом у меня полная идиллия. У меня нет такого, чтобы мне что-то запрещали. Понимаешь, как у тебя, который этот дурацкий вопрос мне задает. Я не понимаю, почему он такой недалекий и видит мир в черно-белых тонах. Почему сразу, если ты нашел молодую девушку, то должно быть очень плохо, и ты должен быть с пивным брюхом. Нет, брюха у меня до сих пор не выросла. Веду такой же активный образ жизни, как и вел ранее. Это он вообще на что намекает? Что все должны себе выбирать бабок, которые в два раза старше. Это опять какой-то бред нелогический. Кстати, видите, что он перешел на прямые оскорбления меня. Хотя я с Маева в своих роликах прямо не оскорблял. Да, я называл его недалеким, местами застрявшим в своем развитии. Называл также нытиком и мямлей. Так это оно так и есть? Неужели он похож на интеллектуально развитого человека? И неужели то, что я называл его недалеким, это неправда? Такая каша у него в голове. Это просто жестяк. Да еще и оскорбляет человека, который задал ему этот вопрос. Далее его дружок Паша угорает с того, что их назвал торчками. Андрюх, он нас двоих торчками назвал. Я в ростке когда смотрел, угорал реально. Так вы два торчка и есть. Неважно, реально ли вы принимаете наркотические вещества или нет. Но вы оба зависимы от жестких стимуляторов. Когда в последний раз вы тренировались без ничего. Постоянно какие-то энергетики, перетренники, куча разных банок, куча химии. Да вы в концептуальном плане от торчков никак не отличаетесь. Практически никак. Только наркоманы обычно доживают хотя бы до 35-40 лет. Худо-бедно, но в большинстве случаев доживает. Доживет ли Смаев до этого возраста, тут еще большой вопрос. А далее просто пошли угрозы в мой адрес. Что якобы, если бы я жил в Казахстане, то стоял бы и прощение, уже бы у Смаева просил. Я бы не говорить ничего не хотел. Я бы не говорил, что таких людей, я так говорю, мне как мне сказали в Казахстане, вот жил бы он там, у него было бы два пути. Либо стоять прощение просить, и это бы не я сделал. Там это делают просто, видишь, что оскорбили честь, тебя уважают, едут и чистят рулю. Он бы либо на коленях стоял, просил извинения. Часто он смелый, да. Я говорю, а вот жил бы он там, он либо на коленях просил кого извинения, либо его бы просто не нашли на следующий день. Вот так это работает. Знаю я многих казахов, нормальные, здравые ребята, которые мне много раз в жизни помогали и до сих пор помогают. И многих я консультирую, веду по тренировкам, помогаю в этом плане. И тоже нормально общаемся, и они мои ролики смотрят, и знают, какую деятельность я веду. Что-то пока никто из них даже не захотел мне рыло начистить, как говорит Смаев. Но вы обратите внимание, как его разрывает от моих видео. Аж встал и пошел такой, не хочу комментировать, но прокомментирую. А еще больше убеждаюсь в том, что он юзает там какую-то жесткую запрещенку, которая реально плавит очень сильно его мозги. Остальную часть стрима Смаев бомбил то от Макарова, то от Шредера, то от других блогеров, которые про него говорили и делали ему вызовы. Но больше всего он почему-то сгорел от Водянова, и пообещал начистить ему рожу. Со временем накаливается, накаливается. Знаешь, что всего? Иногда они говорят в словах, вот за которые я там молчу уже по драку, а у меня ощущение такое, либо ты просто дебил, либо ты не понимаешь, что означает слово. Когда вся эта херня пошла, там Водянов вот это все начинал, набрал там шальку и давай хихиха-ха. И такой, вот он там с Милфой. Ты вообще знаешь, что такое Милфа? Дурачок. Что это вообще все пошло. Водянов, кстати, вообще нет. Что это все пошло спорно. Что это означает, что женщина, которая сексуально красиво возрастная, и у которой есть бабки, потому что все эти ролики про то, что она в тачке, в доме, обеспеченная. И тем самым он намекает на то, что я содержанец. То есть я нашел себе женщину, которая меня типа содержит, по его логике. Понимаешь? А я типа сижу кайфую. Только человек меньше меня получает и работает учителем, блин, даже не в школе, а в Шараке. И хер ли. Ему вот за это, я говорю, я никогда ему руку не пожму за это. Простить человека можно за личное оскорбление. Он сказал, дебил. Ну не поняли, что это там, ладно. Но вот за такие слова я тебе говорю. Это еще я вот человек. Вы видите, как мне дается поездка эти. Я их просто, блин, не переварю. А в Москве, как я это вижу, я говорю, пластиковый город. Я там даже душой находиться, не могу меня от всего вороть. Вот. А чтобы этого дурачка выцепить, там надо лазить его искать. Но один уже предлагал. Но если бы он хотел по совести, по чести, он бы приехал. Потому что он кинул вызов. Не я. Никто никому не говорил про разбить лицо. Он не кинул вызов. Я говорю, я весь твой, приходи, все. Ну да, по факту, те, кто кидает вызовы, должны сами приезжать, а не говорить потом то, что вот он ко мне не приют. Я думаю этого, когда еще человек говорит, что его честь задели. Он мне намекает на великие времена, задели честь, мы будем биться, дурель. Если твоя честь задели, ты блин... Андрюх, ты понимаешь, как срач вообще в интернете важен? 1900 человек смотрит. Да вот это и раздражает. Будешь что-нибудь хорошее говорить, нахер 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 нахер. А вот... Уже две столовые. Вот это все херню начинается. Ой. Что потом передать. Ну, по факту, вот за все, что даже сейчас я сказал, я ни одного из этих не оскорбил, ни дураком не назвал, ни козлом не сказал лично, да? Я сказал корректно. И все как было. Да, по факту. Да, да. Но ведь я знаю, что сейчас этот все равно возьмет что-нибудь опять... Так, сейчас, Андрюх, я понимаю, что сейчас здесь половина людей сидят записывать, что потом им передать. По факту. Да пусть передаем. Это уже реально какая-то неконтролируемая стероидная ярость. Всем угрожает и говорит о том, что будет бить морды. Но сам при этом так и остается дальше сидеть в своем мухосранске. Раз такой смелый и решительный, то вперед, наказывая битчиков, за деле твою честь. И ты тут спустозвонил и сказал, что будешь бить морды, а по факту никуда не поедешь опять. И будешь дальше мямлить. Вот только я подозреваю, что все это закончится оправданием, какой он бедный и несчастный, как интернет против него весь сговорился. Короче говоря, это реальный жестяк. Я ему говорю дельные советы, которые могут вытянуть с того болота, в которое он себя сам загнал. А он вместо того, чтобы хоть как-то прислушаться или даже взглянуть в эту сторону и что-то поменять в своей жизни, уже в очередной раз берет просто и угрожает мне. И оскорбляет еще. Может еще и на бой меня вызовешь. Какой плохой живо в фитнес? Говорит в каждом выпуске, что Смаев гробит здоровье химией, не хочет развиваться, а жена и друзья тянут его на дно. Это что, неправда? Это уже понятно всем. И мини-пека с тетволом ему даже говорили о том, что нечестные дружки тянут с него бабки. Так понял, что очень сильно зависишь от других людей. Ну, в плане контента. То есть, кто-то за тебя снимает, кто-то выгружает, кто-то у тебя деньги забирает понемножку, кто-то неравномерно делит эти деньги. Как я понял, у тебя сложилось мнение, что зарабатывать много, можно исключительно вот снимать какую-то развлекуху, полную хуйню. Но взять того же с Олега, ну, конечно, так перевести нельзя с запада на Россию. Ну, там он получает миллионы долларов. И опять же, ты же видишь, он все равно стоит скромным. Ты видел, вот, поставь где-то тачки, дома крутые, крутую одежду. Но он все равно зарабатывает очень много. И он же может эти деньги вкладывать куда-то. Точно, что это хорошее дело. Ну, отлично. Ну, это же круто вкладывать деньги в семью. Он вкладывает деньги в семью. Он не бросил учебу, кстати. Ну, вообще прекрасно. Опять же, я, например, вообще, ну, мало от кого завишу. Ну, в плане своего контента. Опять же, у меня просто есть один хороший менеджер. Я ставлю штатив, да, ну, против себя. Я просто приятно общаюсь с подписчиками. Опять же, исключительно насчет качалки. Просто насчет качалки. И все. Дальнейшем, все. Я отправляюсь в монтажеру. Далее все само проверяется на ютубе. Все, у меня все автоматизировано. И я ни от кого не завишу. Вот поэтому у вас просто какие-то, я так понял, развадки в этом плане. Кто канал закрывается, кто не закрывает. Федоров говорил о том, что Смаев никак не развивается. И Сарычев даже говорил, что предлагает ему заработать. Ларри Виллс предлагал приехать и сделать коллаборацию, которая могла бы позволить ему вообще до конца жизни нигде не работать. И тратить больше времени и денег на семью. Нет, буду и дальше на заводе пахать. И плевать, что семья могла бы жить в разы лучше. Его ребенок мог бы получить хорошее образование за границей, расти в цивилизованном обществе, а не где-то в глубинке, где дети с малых лет подсаживаются на алкоголь и соля, а из работы только продавцом в пятерочку или на завод. Но Смаев считает, что зачем ребенку черная икра? Я-то на кашу могу ему заработать. Какому ребенку голодным? Если вы привыкли, извини меня, жрать каждый день красную рыбу, то, наверное, тогда для вас он голодный. На кашу, на суп, на картошку с мясом. Я заработаю на заводе, что ребенку хватит. А товарища, который называет меня токсиком, ты называешь бога токсиком, потому что я живу по божьим понятиям. Я не говорю, что я бог, я живу и стараюсь жить по западу. И когда ты называешь меня токсиком, ты это на бога проецируешь. Это и есть Смаевщина, новая идеология нашего времени, которая является полностью деструктивной и саморазрушительной, и, само собой, без какой-либо логики и здравого смысла. Посмотрев это все нытье, я еще больше убедился в том, что правы, что веду нужную деятельность на ютубе. Благодаря моим видео, люди начинают осознанно относиться к своему здоровью и жизни в целом, начинают сдавать анализы, следить за уровнем гормонов и других показателей, переходят на более здоровое питание и начинают тренироваться по кайфу, без фанатизма, из-за чего получают кучу положительных бонусов по жизни и направляют ту энергию, которая у них появилась, на полезные дела, для того, чтобы развиваться и в других сферах, а не тупо качалка ради качалки и без конкретной цели, загрузив в себя химар со стимуляторами. И если вы тоже адепты логики и здравого смысла, тогда буду рад видеть вас на этом канале. Не забывайте подписываться, ставить лайки и поддерживать мой проект. И я буду рад новым зрителям. Тут у нас только логика и здравый смысл. Обозреваем химических кочек, которые самоуничтожаются таким вот способом и еще и пытаются как-то оправдываться. И по умолчанию став этому видео свою банку сгущенки со смесью. Что, пацаны, по сгущенке? Не забывай писать в комментариях, кто твой любимый блогер. Живый фитнес, да? Мой любимый блогер. Всем пока, до новых встреч, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok